Фотографии, представленные сегодня в выставочном зале Музырского объединённого краеведческого музея, заслуживают особого внимания. Экспозицию с названием «Прикоснись к истории» приурочили к празднованию 76-й годовщины Великой Победы. И на первый взгляд кажется, что снимки сделаны тогда, в страшные военные годы. На самом же деле герои на фото – взрослые и дети, живущие рядом с нами. Для того, чтобы передать больше реальность снимков той эпохи, использовались старые объективы, именно чтобы была картинка похожая на ту. Ну и плюс с моим коллегой Валерием мы разработали вот такую ретушь, обработку именно под то время, состарили эти фотографии, подготовили их к выставке. В роли детей войны – воспитанники модельной студии. Взрослых, партизан и военкоров достоверно и убедительно сыграли родители юных моделей, педагоги 13-й школы и Музырского центра творчества детей и молодёжи. Я смотря на эти фотографии, зная кто, что, участвуя в этих съёмках, просто глазам не верится, что это мы. Ну и, конечно, огромнейшее спасибо именно детям, подиум школы «Стрекоза», потому что они вошли в такой образ, глядя на них в глаза, просто мы увидим прошлое. И вот сегодня смотрю на них, смотрю на фотографии и просто думаю, ну как они вот так вот могли прочувствоваться, чтобы такие получили снимки. Мы знаем слова из песни «Слейка и с блокнотом, а то и с пулемётом первыми въезжали к городу». Эта песенка посвящена фронтовым корреспондентам, которые запечатлили те мгновения. Поэтому фотография – это один из видов документальной хроники, которая отражает события. Оно отражает не только саму суть и явление, но также эпоху и характер этого события. Это лица, это переживания, это соответствующая обстановка. Поэтому наверняка, что эти фотографии будут являться памятью, воспоминанием, отражением тем далёких событий. На открытие фото-выставки пригласили и тех девочек, которым удалось так ярко воплотить авторскую идею. Глядя во глаза на фотографии, действительно можно увидеть прошлое. Я на фотографии показываю партизанку, которая как-то попробует помочь военным, которые помогали людям. Это было очень интересно прикоснуться к истории и даже поучаствовать в данном фотопроекте. Хочется также сказать, что война – это именно то историческое событие, о котором должен знать и помнить каждый. Часть экспозиции занимают награды и личные вещи связной музорской партизанской бригады имени Александра Невского Нины Семёновны Жильской. Нина Семёновна не стала в 2014 году. Ей было 97 лет. И она до последних лет своей жизни сохраняла здравый ум, живую память. И была очень энергичной женщиной. Поэтому то, что она нам оставила – это огромный массив сведений о войне. В войну она спасалась в деревне Мелешковичи. И с 43-го года она вступила в партизанскую бригаду. Алла Михайловна не скрывает – возможность показать семейные реликвии и поделиться воспоминаниями о бабушке. Её рассказами – событие радостное и важное. У меня – это огромная гордость за нашу страну, за нашу историю и за мою бабушку. И не только бабушка у нас воевала. Из нашей семьи много кто воевал. Это просто часть нашей семьи. Я хочу сказать, что наша страна – это просто нечто уникальное с такой огромной героической историей. И я считаю очень важным доносить это до современного молодого поколения, вот те все факты, которые дошли до нас. С каждым годом тех, кто видел войну своими глазами, кто пережил её ужасы, остаётся всё меньше. Что будут знать о великое отечественное поколение, которое придут после нас, во многом зависит от активной жизненной позиции нынешних потомков солдат Победы. Целью нашей выставки было сделать не просто постановочное фото, а постараться протянуть нить в прошлое, чтобы ощутить связь с тем временами, с тем тяжёлым, нелёгким, но очень героическим временем. Потому что мы не должны забывать о войне и мирное небо над головой. Это не просто слова, это большое счастье, которое мы должны хранить и передать нашим потомкам. Над фотопроектом работала большая команда. У каждого из них была возможность прожить в том далёком моменте, прочувствовать его боль и верить, что сегодня такое не повторится. Прикоснуться к истории каждый посетитель выставочного зала сможет до конца мая.